Мы с мужем были в колхозе и дали нам всем по 8 га. И вот с тех пор мы как владельцы этого пая на 8 га. Они трудились на своей земле и честно её получили. Для семьи Дуолетовых собственный 16 гектаров – единственный источник дохода. Арендовавшее землю предприятие помогало главе семейства держать домашнее хозяйство. Сейчас это всё, что осталось от крупного поголовья. Остальных вывели. Корм приходится покупать и экономить. Три года назад предприятие обанкротилось. Земля зарастала. По закону имущества и право аренды выставили на торги. Местные фермеры собрали деньги и хотели выкупить лот. Но в последний момент появился второй участник аукциона. Мы прожили уже сколько лет на этой земле. Всю жизнь живём на ней. И теперь кто-то пришёл и просит нас эту землю отдать им. Жители в отчаянии, фермеры в недоумении. Ведь второй претендент на гектары пайщиков появился за несколько дней до окончания аукциона. При этом организация не проработала и года. Я лично открывал интернет, смотрел организацию. «Авангард Агра» организовалась в феврале 2016 года. А в суд они подают документы, отчётность уже за 2015 год. Как они могут так в феврале организоваться в 2016 году, а за 2015 год уже подавать это самое. Когда федеральный закон гласит о том, подписанный президентом, что организация должна проработать не менее одного года. Фермеры считают, что документы, представленные компанией, не соответствуют действительности. Зато название марксовской фирмы созвучно с крупным агрохолдингом, работающим в нескольких регионах. Разница лишь в реквизитах. Та самая компания, которая претендует на гектары жителей Истребовки, находится здесь, в посёлке Колос по адресу улицы Ленина, 36. Но лишь юридически, по факту же, двери наглухо закрыты амбарными замками. И что они скрывают, узнать невозможно. В одном из этих окон, возможно, и находится офис организации. Понять, в каком именно, сложно. Как и представить, что в таком помещении находится офис крупного предприятия с многомиллионным оборотом. На здании, кроме вывески торгового центра, других обозначений нет. Есть ли кто на рабочем месте, пытаемся узнать у руководителя организации. Алло. Алло, Роман Евгеньевич? Да, он. Здравствуйте. Вас телеканал «Саратов-24» беспокоит. По телефону директор оказался несговорчив. В Колосе, по его словам, есть и контора, и база, которую предприятие якобы арендует у местных фермеров. Имена и фамилии генеральный директор не вспомнил. Учредитель крупной компании, которая официально занимается якобы всеми видами сельскохозяйственных работ, не сказал даже приблизительное количество работников и техники. А в каком количестве у вас техника, можете рассказать? Там техника, люди, персонал. Сейчас в таком телефонном режиме я не намерен общаться. Разговор с директором компании мы дали послушать жителям Ястребовки. По их словам, своя техника и сотрудники для любого фермера – объект особой гордости. Этих я не знаю. Это только… Вот они для чего берут землю? Чтобы кому-то её перепоручить, там кто-то, чтобы на ней работал. У них же ни техники, ничего нет. Фактов, подтверждающих эти слова, немало, говорят местные жители. Они есть в свободном доступе в сети интернет. Вопрос, который особенно волнует пайщиков, насколько справедливым окажется правосудие. Сельчане надеются, что служители Фемиды максимально объективно и педантично рассмотрят все детали этого резонансного дела. Станислав Жижин, Максим Пустовалов, Саратов-24.